Протесты в Пакистане. Что стало причиной бунта? Волонтеры, расскажите о вашей работе. Какие тайны хранит книгохранилище Казанского Федерального Университета? Всем привет! В эфире Нью-Ньюс, а в студии Кристина Отёгина. Казанский Федеральный Университет с рабочим визитом посетила делегация Социалистической Республики Шри-Ланки, во главе с чрезвычайным полномочным послом Джанитой Абивикремовой Илья Наги. От лица Казанского университета на мероприятии присутствовал Тимирхан Алишев, проректор по внешним связям. Традиционно для гостей провели экскурсию по Музею истории КФУ. Волна протестов, вспыхнувшая в Пакистане 10 мая, продолжается. За время волнения их масштаб возрос настолько, что правительство вынуждено было ввести в некоторые регионы войска, а также ограничить доступ к интернету. Сюжет Маргариты Михайловой. Мои соотечественники-пакистанцы, Когда эти слова дойдут до вас, я уже буду заключен по сфабрикованному делу. После этого вы все должны осознать, что фундаментальные права, закон и демократия больше не имеют никакого веса в нашем государстве. Это обращение накануне волнений в Пакистане опубликовал в своих соцсетях Эмран Хан, премьер-министр Пакистана с 2018 по 2022 год. На следующий день он был арестован. Политика обвинили в коррупции. Однако сам Эмран Хан и его сторонники уверены, истинная причина ареста и его отстранения от должности премьер-министра в прошлом году заключается в том, как он вел внешнюю политику. Она была направлена на активное сотрудничество с Россией и Китаем. Надо сказать, что обвинение в коррупции далеко не первое дело, в котором фигурирует политик. В марте против него было возбуждено дело о терроризме. Мы знаем, что в период своего нахождения власти, напротив, Эмран Хан очень активно проводил антикоррупционную политику, и, возможно, это определенные отголоски со стороны тех, в отношении кого он заводил уголовные дела, расследования, возможно, это отголоски того периода времени. Но в любом случае вот этот вопрос, так сказать, внутренней ситуации, он как бы является сугубо вопросом Пакистана. Были там коррупционные моменты, не были. Но как бы с точки зрения внешнеполитического вопроса это не имеет прямого отношения. Протесты в поддержку политика зародились в маленькой провинции Пакистана на северо-западе страны, и за короткий промежуток времени охватили крупные города. Столицу государства Исламбад, Карачи, Лахор и Пешавар. Изначально протесты должны были носить исключительно мирный характер. Однако на фото и видео очевидцев видны разгромленные магазины и горящие покрышки. Чтобы ограничить взаимодействие между протестующими, правительство во многих регионах закрыло доступ к социальным сетям. В некоторых районах наблюдалось полное отключение интернета. Вечером 10 мая правительство Пакистана одобрило размещение армии в столице государства. После его отставки к власти приходят политические силы, которые явно тяготеют к Западу, в частности к политике Великобритании. В нынешних условиях, когда Запад пытается любыми путями, ну скажем, заставить Пакистан отказаться от всяческого сотрудничества с Российской Федерацией, фигура Имран Хана становится крайне неудобной. И поэтому, в принципе, его арест, он вот, в принципе, объясним вот именно такими взглядами нынешнего политического руководства Пакистана. Но, как мы видим по развитию ситуации, вот такая точка зрения не нашла поддержки среди граждан Пакистана. И очень значительные силы вышли в поддержку бывшего премьер-министра Имран Хана. И вот в настоящее время вот эта ситуация как бы активно развивается. Вчера Верховный суд страны признал арест Имрана Хана незаконным. Политика освободили. Уже сегодня он явился в суд в окружении десятков вооруженных полицейских под прикрытием спецназа. По данным местных средств массовой информации, полиция готовится к задержанию подозреваемого. Специалисты не исключают, что новый арест вполне возможен. Маргарита Михайлова, Универньюс. В Институте психологии и образования прошла дискуссионная площадка «Открытый диалог», где приглашенные волонтеры поделились студентами тонкостями своего нелегкого дела. О том, что же такое все-таки быть волонтером и каково это без остатка помогать нуждающимся, расскажем в следующем сюжете. Важной составляющей любой профессии всегда является взаимопонимание и сочувствие. Однако, когда дело касается волонтеров, можно смело умножать количество затраченной энергии на 10. Именно поэтому в Институт психологии и образования приехали участники благотворительного фонда «Светлый путь», которые готовы поделиться со студентами своим бесценным опытом работы в городах Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Они рассказали о том, как не бояться трудностей и быть готовым в любой ситуации прийти на помощь. Вот это вот, скорее всего, отвечая на этот вопрос, что желание как-то быть помощью какой-то, как-то принести какой-то мир, не знаю, как правильно ответить. Но горе, мы все слышали про это горе, видели по телевизору, хотелось как-то помочь мирам, что-то в этой ситуации. На открытой лекции поднимались разные вопросы, но самый важный из них – что же на самом деле такое быть волонтером? Рустам Аламов и Андрей Юртаев на своем примере рассказали, как же быть полезным и не оставаться в стране в такое непростое время. Их главная цель – это помощь мирным гражданам, которые стали невольными жертвами обстоятельств, давая им возможность постепенно вернуться к обычной жизни. Люди, там есть и взрослые, есть и, ну, в основном взрослые, люди пожилые, и есть дети, молодые, родители, даже некоторые, которые оставили своих детей, уехали там на заработки, уехали в Россию. Но много вопросов, конечно, почему дети были оставлены именно бабушкам и дедушкам, и такое тоже есть. Но мы этим людям слушаем. Мы им помогаем. Вот уже на протяжении года каждый месяц волонтеры из благотворительного фонда доставляют гуманитарную помощь мирным гражданам в городах Луганск, Мариуполь, Свердонецк и многих других, стараясь помочь каждому нуждающемуся в жизни на необходимых вещах, вселяя в них веру в себя. Елизавета Газизянова, Фарид Захитагле, Универньюс. Эксперты почитали количество одобренных кредитов на автомобиле в России за апрель 2023 года. Автосалоны рекордсмены и что же будет с железными конями завтра, узнавала наш корреспондент Карина Саяхова. Объем одобренных российскими банками автокредитов физическим лицам в апреле составил 109,5 миллиардов рублей и оказался рекордным месячным показателем с начала наблюдений с конца 2013 года. Предыдущий похожий результат был достигнут в апреле 2021 года, тогда было выдано более 100 миллиардов рублей. В апреле одобрено 77 тысяч автокредитов. По сравнению с мартом показатели увеличились на 14% в денежном и на 9% в количественном выражении. Растет и средний размер автокредита. В апреле он составил 1 миллион 420 тысяч рублей. По словам эксперта, такой рост обусловлен двумя факторами. Во-первых, это значительное увеличение стоимости автомобилей, поэтому при том же количестве одобренных кредитов их сумма действительно увеличится. Во-вторых, это восстановление авторынка по сравнению с прошлым годом, когда очень многие автомобильные бренды из России ушли и в России сформировалось дефицитное состояние рынка. Сегодня автомобильный рынок постепенно наполняется все новыми моделями. Соответственно, растет количество покупателей и одобряемых им кредитов. Благодаря поддержке льготной программы автокредитования, наличию специальных программ с автопроизводителями и сдерживанию ключевой ставки, условия автокредитов позволяют формировать спрос на них выше, чем могли наблюдать в прошлом году. Особенно вырос сегмент продаж автомобилей с пробегом. Банкам очень симпатичен такой темп, поскольку остаточная стоимость таких автомобилей не падала, а росла. Для банков, безусловно, чем больше объем выданных кредитов, тем лучше. Банки заинтересованы в том, чтобы потребители брали кредиты. Поэтому, конечно, никаких специальных ограничений по количеству и объему автокредитования банки стараются не использовать. По итогам апреля в России продали почти 55 тысяч новых легковых автомобилей и легких коммерческих транспортов. Основную часть из них составили отечественные автомобили «Лада», в то время как число реализованных китайских машин поднялось на 150-950%. Карина Саяхова, Универниус. Книги дают нам колоссальный опыт жизни и делают нас мудрыми. Их главная ценность – связи между поколениями. О том, какие тайны кроются в книгохранилище Казанского Федерального Университета, смотрите в сюжете Виктории Бояринцевой. Книгохранилище Книг и изданий отдел древних рукописей – это цитадель фонда библиотеки. Как отмечает заместитель директора Эльмира Амерханова, Книгохранилище – это уникальное здание, построенное по проекту Николая Ивановича Лобачевского, в котором созданы особые условия для хранения раритетов. Это самая крупная коллекция в России арабографических рукописей. Огромное наследие мусульманского мира здесь находится. Здесь очень ценные славянские рукописи, начиная с XIII века. Очень важные тексты для истории нашего региона, включая указы императоров нашим казанским губернаторам. И очень много важных прижизненных изданий с автографами наших великих писателей, поэтов, начиная с Гавриила Ивановича Державина, Тредяковского, Карамзина и многих других. Для того, чтобы поместить весь этот массив ценных документов и старинных изданий, потребовалось построить три этажа вглубь под второй учебный корпус университета. Здесь находятся периодические издания разных лет. Например, вот это издание 1891 года. Доступ к литературным и культурным ценностям книгохранилища научной библиотеки Лобачевского имеют и студенты Казанского федерального университета. Любой желающий может прийти и по специальному абонементу, предусмотренным условиями библиотеки, взять понравившуюся книгу. Здесь ведется запись читателей в библиотеку, выдается учебная и научная литература, а также выдается литература, выписанная из книгохранения. Научная библиотека сегодня – это не только богатый фонд книжных достояний, но и комфортная среда для учебы и саморазвития студентов. Помимо того, что ее пространство располагает тремя читальными залами и зоной отдыха, посетители также могут воспользоваться электронными библиотечными ресурсами. На этом все. В студии была Кристина Отекина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»